Если взять один конденсатор и подключить его к батарее, в такой схеме нет ничего сложного. Но если взять несколько конденсаторов, в такой схеме уже можно запутаться. Ведь в таком случае конденсаторы можно соединить разными способами. Например, если подключить их один за другим, такое соединение называется последовательным. Представьте, что перед вами поставили задачу узнать заряд на левом конденсаторе. Возможно, кто-то начнет считать так. Раз емкость равна отношению заряда к напряжению, тогда давайте к емкости левого конденсатора 4 фарада, подставим напряжение батареи 9 вольт и посчитаем заряд. И тогда получится, что накопленный заряд левого конденсатора равен 36 кулонам. Но это будет абсолютно неверный ответ. Чтобы понять, почему так и как нужно правильно считать, давайте подумаем, что происходит в нашем примере. Если к этим конденсаторам подключить батарею, отрицательный заряд будет двигаться от правой обкладки конденсатора под номером 3 и останется на левой обкладке конденсатора под номером 1. Из-за этого отрицательно заряженные частицы будут двигаться от правой обкладки конденсатора под номером 1 к левой обкладке конденсатора под номером 2. А после этого отрицательный заряд точно так же перейдет от правой пластины второго конденсатора на левую пластину третьего. Таким образом, заряд будет двигаться по кругу. И тут очень важно обратить внимание на один момент. Процесс переноса заряда происходит таким образом, что в итоге на каждом конденсаторе оказывается накоплен один и тот же заряд. Ведь заряды двигаются по цепи так, что им больше некуда деваться, кроме как оказаться на следующем конденсаторе. А это значит, если мы найдем заряд на одном конденсаторе, мы будем знать заряд на всех остальных конденсаторах. Но как узнать, чему же равен этот заряд? В таких ситуациях мы можем мысленно заменить три последовательно соединенных конденсатора одним эквивалентным конденсатором. Параметры такого конденсатора выбираются таким образом, чтобы он накопил точно такой же заряд, как и любой из изначальных последовательно соединенных конденсаторов. Но зачем так делать? Потому что мы уже знаем, как работать с одним конденсатором. Такой единичный воображаемый конденсатор, который заменяет три последовательно соединенных конденсатора, мы называем эквивалентным. И формула для нахождения его емкости будет выглядеть так. Единица, деленная на емкость эквивалентного конденсатора, равняется единице на первую емкость плюс единица на вторую емкость плюс единица на третью емкость. Если последовательно соединенных конденсаторов больше, нужно точно так же продолжить формулу, чтобы учесть в ней все емкости. Мы скоро докажем эту формулу. А пока давайте попробуем ее применить. Подставим в нее значение из нашего примера. Получится, что единица, деленная на эквивалентную емкость, равняется единице, деленной на 4 фарада плюс единица на 12 фарад плюс единица на 6 фарад. И у нас получается 0,5. Но это еще не все. Мы ищем эквивалентную емкость, а не единицу, деленную на эквивалентную емкость. Значит, надо взять обратное значение от этих 0,5. Тогда получится, что емкость эквивалентного конденсатора будет равняться 2 фарада. Мы свели задачу из нескольких последовательно соединенных конденсаторов к задаче всего с одним конденсатором. И теперь можем вычислить заряд, который этот конденсатор накопит. Возьмем формулу. Емкость равна отношению заряда к напряжению. И подставим в нее значение эквивалентной емкости. Более того, мы можем подставить напряжение источника. Потому что напряжение на единственном заряженном конденсаторе равняется напряжению батареи, которая его зарядила. И так получается, что этот конденсатор хранит заряд, который равен 18 кулонам. Но нас интересует не заряд на эквивалентном конденсаторе. Нас интересует заряд на левом конденсаторе. Но это несложно найти. Потому что заряд на каждом конденсаторе при последовательном соединении будет таким же, что и на эквивалентном конденсаторе. Раз на эквивалентном конденсаторе заряд равен 18 кулонам, то и на каждом отдельном конденсаторе заряд тоже будет равен 18 кулонам. В таких расчетах легко запутаться, поэтому давайте разберем еще один пример. На сей раз возьмем четыре последовательно соединенных конденсатора, подключенных к одной батарее, напряжение которой 24 вольта. Кажется, что конденсаторы в цепи расположены не так, как в первом примере, но это по-прежнему последовательное соединение, потому что они соединены один за другим. Теперь нам надо найти, какой заряд будет храниться на конденсаторе, электрическая емкость которого равняется 16 фарад. Проделаем то же, что и в прошлом примере. Заменим четыре конденсатора одним эквивалентным и при помощью формулы найдем емкость этого эквивалентного конденсатора. Подставив значение, получим, что единица на эквивалентную емкость равна 0,125. Только не забудьте, что надо взять обратную величину. Эквивалентная емкость для нашей схемы будет 8 фарад. Зная эквивалентную емкость, воспользуемся формулой емкость равна отношению заряда к напряжению. Подставим в нее значение эквивалентной емкости 8 фарад. И поскольку у нас теперь единственный конденсатор, то напряжение на нем равняется напряжению батареи 24 вольта. Итак, наш воображаемый эквивалентный конденсатор накопил заряд 192 кулона. А это значит, что заряд на каждом отдельном конденсаторе тоже будет равен 192 кулоном. И у нас получается, что на конденсаторе емкостью 16 фарад накопится заряд в 192 кулона. Можно продолжить решение. Зная заряд каждого конденсатора, можно вычислить напряжение на каждом отдельном конденсаторе. Для этого снова вспомним, что емкость равна отношению заряда к напряжению. Если подставить значение для первого конденсатора, емкость 32 фарада и накопленный им заряд 192 кулона, мы получим напряжение на первом конденсаторе. Оно будет равно 6 вольтам. Если точно так же применить эту формулу к трем оставшимся конденсаторам, аккуратно подставляя соответствующие значения, то мы получим следующие напряжения. На конденсаторе 96 фарад 2 вольта. На конденсаторе 16 фарад 12 вольт. И на конденсаторе 48 фарад 4 вольта. Я это проделал для того, чтобы показать вам одну интересную вещь. Если сложить напряжение на каждом конденсаторе, в сумме получится 24 вольта напряжения батареи. И это не случайно. Если сложить напряжение на каждом элементе замкнутого контура, сумма напряжений всегда будет равна напряжению источника питания. Именно это правило и позволяет нам вывести формулу для эквивалентной емкости последовательно соединенных конденсаторов. Представим, что у нас есть три последовательно соединенных конденсатора с емкостями C1, C2 и C3. И они подключены к источнику питания с напряжением U. Мы знаем, что сумма напряжений на каждом конденсаторе даст нам напряжение батареи. Из формулы емкости получается, что напряжение на каждом конденсаторе равняется отношению заряда к его емкости. А значит, напряжение на конденсаторах будут равняться Q деленное на C1, Q деленное на C2 и Q на C3 соответственно. Я не пишу Q1, Q2 и Q3, потому что, как вы помните, на всех последовательно соединенных конденсаторах будет один и тот же заряд. И сумма этих напряжений будет равняться напряжению батареи. Общий множитель Q можно вынести за скобки. Затем разделим обе части равенства на Q. И теперь посмотрите, что у нас получилось в правой части равенства. Напряжение батареи, деленное на заряд, это единица, деленная на эквивалентную емкость, потому что Q на U это и есть эквивалентная емкость. И вот она, формула, которую мы использовали, вот откуда она берется. Она следует из того факта, что сумма напряжений на последовательно соединенных конденсаторах равняется напряжению источника питания. Если вам понравилось видео, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.